В начале 20 века решительные дамы в шляпках и перчатках скандарили и хулиганили, устраивали потасовки и голодовки, отстаивая гражданские свободы женщин. Однозначной оценки их поступкам нет, но есть бесспорные достижения, а также весенний праздник, у истоков которого стояли неутомимые суфражистки. Лидер движения суфражисток, буквально означающего право голоса, Эмилин Панкхерст, не могла забыть отцовскую фразу из детства, оброненную им над засыпающей дочерью. Как жаль, что она не мальчик. Отец Эмилин и не подозревал, что в тот момент изменил не только жизнь дочери, но и многих женщин Европы. Помимо избирательного, суфражистки добивались права на собственность, высшее образование, право на развод и заработную плату. Первый манифест суфражисток, Декларация чувств, поразглашал, все мужчины и женщины созданы равными. Первоначально борьба за гражданские свободы носила пристойный характер. Однако на письма, призывы в прессе, лекционные дебаты никто не обращал внимания. Это заставило активисток изменить стратегию. Проделки эмансипированных женщин отличались изобретательностью и эпатажем. Суфражистки перекапывали поля для гольфа, в то время исключительно мужской игры. Уничтожали картины. Например, одна из них искромсала тесаком картина Веласкеса «Венера перед зеркалом», которая, как им оказалось, оскорбляла достоинство пола. Угрожали расправой над членами правительства, приковывали себя цепями к оградам госучреждений и устраивали беспорядки. Среди ненавистных политиков мужчин Суфражистки обитали особую неприязнь к Черчиллю. Когда одна из активисток обозвала его пьяным мужланом, он презрительно ответил «Я-то завтра потрезвею, а у вас ноги как были кривыми, так и останутся». Ответ уязвил Суфражисток настолько, что за этим последовало угроза и нападение на Черчилля с камнями, палками и даже хлыстом. Отобранный хлыст политик потом подарил своей жене. Среди знаменитых суфражисток, известное имя Эмили Дэвисон, ее действия были довольно радикальными. Девять раз в период с 1909 по 1912 год она подвергалась арестам и заключениям в тюрьму по причине участия в незаконных акциях, метании камней, разбитии окна, сожжении почтовых ящиков, а также из-за нападения на человека, которого она ошибочно приняла за канцлера казначейства Дэвида Ллойда Джорджа. Даже многие женщины не одобряли таких мер. Эмили Дэвисон погибла под копытами коня, навстречу которого она выскочила во время скачек. По одной из версий, англичанка хотела прикрепить флаг женского движения к хвосту королевского скакуна. Через четыре дня, 8 июня 1913 года, от полученных травм Эмили скончалась в возрасте 40 лет. Ее торжественные похороны вылились в очередную манифестацию суфражисток. Но не только политики становились объектами энергичных дам. Внимание широкой общественности они успешно привлекали с дрелищными и красочными шествиями. Женщины украшали белые платья гирляндами из цветов. Они шли с завыванием плачем, под шум барабанов и духовых инструментов. Численность таких демонстраций могла достигать 30 тысяч человек. Многочисленные зрители собирались поглазеть на необычные парады. Иногда мероприятия приобретали откровенно агрессивный и угрожающий характер. Одно из происшествий в Лондоне, организованное суфражистками, сохранилось в истории под названием «Хрустальная ночь». Женщины, проносившие в муфтах камни и молотки, крушили витрины и окна домов. Хрупкие дамы отбивались от полиции, штурмовали государственные учреждения. За подобные достижения в деле движения даже были учреждены специальные награды. Но и отпор суфражисткам был дан с не меньшей жестокостью. Женщины избивались дубинками, массово запирались в тюрьмы, ссылались на каторгу. Но и в тюрьме, лишенные возможности открытых выступлений и протестов, они доставляли головную боль судьям и надзирателям. Излюбленной формой неповиновения стали голодовки, в результате которых изможденных дам приходилось насильно кормить. Решительность, с которой женщины отстаивали свои права и интересы, часто высмеивались в газетах и журналах, в которых публиковались ядовитые карикатуры на суфражисток. Однако, несмотря на резкие и провокационные действия женского движения, они все-таки привели к изменениям в обществе, которые сегодня воспринимаются как должные. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова